Иван Иванович Холод стал первым секретарем Загорского горкома партии в возрасте 33 лет. Очень рано по тем временам. С приходом Холода в администрацию пришла и молодежь. Начался заметный подъем экономики района. Молодые руководители не боялись принимать решения и брать на себя ответственность. За этот период времени появилась идеология больничного комплекса, когда потом она уже превратилась в реальную действительность. Стали создаваться центральные усадьбы, село стало развиваться, приобретать технику, стало показывать хорошие результаты. И статус района в корне изменился. При Иване Ивановиче Загорский район начал активно строиться. Начали возводить больничный комплекс. Средств строительства Загорского района больницы в бюджете района области не было. И только Иван Иванович сумел выбить необходимые средства. Сумел убедить руководителей восьми министерств, чьи предприятия были в районе, как нужна больница району. Здравоохранение преобразилось даже в своем структуре. Из маленьких однопрофильных больниц были созданы многопрофильные специализированные лечебные учреждения. И у старта всех этих нововведений был Иван Иванович и Виктор Федорович. Иван Иванович Холод проработал на должности первого секретаря горкома партии Загорского района не так долго, всего пять лет. С 1969 по 1974 годы. Но даже за такой недолгий срок успел сделать немало для развития района и, конечно, запомнился своими человеческими качествами. Это был замечательнейший человек, очень уважаемый и в народе, и в молодежи, во всех категориях Загорской общины. Человек был очень доступный, очень грамотный, интересный, интеллигентный. Любил очень литературу. То есть мы с удовольствием ходили к нему по всем вопросам. И он решал все вопросы. Любые просьбы наши были выполнимы. Ирина Самойлова, Дземагомедов, День города.